Здравствуйте! В эфире проект «Могу помочь». Мы соединяем тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. В прошлом выпуске мы рассказали о семье, которая пострадала от пожара. Погорельцы обратились к нашему телеканалу. И мы снова нашли того, кто сумел помочь. Вот уже два месяца Инна и ее 13-летний сын ютятся в небольшом доме у своего знакомого. Пожар не оставил от их жилья на Власихинской практически ничего. Помощи ей не ждать ни от кого. Муж умер, родственников в Барнауле нет. Восстановление дома отложили до весны. Нужно накопить на строй материалы. И тут не до роскоши вроде компьютера, который так необходим Максиму. За помощью Погорельцы обратились к нашему телеканалу. Ну, без компьютера, правда, тяжело. Если зададут дополнительную информацию о ком-то или о чем-то, то я уже это не смогу выполнить. Мои одноклассники помогали вещами, учебниками. Давали некоторую сумму денежную. Ну, вот есть пара учебников, которые после пожара были. Портфель сгорел у меня. Ну, вот некоторые соленья, варенья привозили. Я вообще не знала, что вот прям люди могут так быстро среагировать на это. Семья готова была принять в дар любой компьютер, лишь бы был в рабочем состоянии. И вновь наши телезрители не остались равнодушными к чужому горю. На этот раз доброе дело совершили сотрудники компании «Алтай Край Энерго». Увидели программу по телевизору и тут же позвонили в нашу редакцию. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Саша зовут. Максим. Очень приятно, Максим. Максим, мы увидели историю вашу по телевизору и решили, что нам нужно помочь. Мы компания «Алтай Край Энерго», совет молодых специалистов. Мы решили, что те, кто твердо стоит на ногах, должны помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Особенно таким хорошим парням, чтобы они верили во все хорошее, чтобы у них все получилось. Да, я верю. Отлично. Пользуйся компьютером, пусть он тебе помогает в учебе. Все самого хорошего тебе. Мои ощущения прям в восторге. Я очень надеялся, что придет хоть какая-нибудь помощь. Я очень надеялся и рад этому. Я очень рад. Я даю прям огромное спасибо, кто дает такую помощь. Всего за несколько дней нашелся тот, кто вселил в семью Хилько надежду и заставил поверить в чудо. И все благодаря вам, наши телезрители. Ну а мы продолжаем искать тех, кому требуется помощь. Если вы знаете таких героев, позвоните в нашу редакцию по номеру 65 22 25 или пишите на почту нашего телеканала. Ее адрес вы сейчас видите на экране.